Привет, друзья подписчики! Как видите, у меня в руках две одинаковые лампы. От одного производителя, с одинаковыми характеристиками, возможно даже из одной партии. Но только одна лампа с секретом. А секрет лампы в том, что она вечная. И сегодня я постараюсь раскрыть секрет, как же сделать обычную LED-лампочку вечной. Конкретно эти лампы имеют вот такие характеристики. Но это большого значения не имеет, так как мой способ подойдет для любых ламп. И конечно же я хочу не просто рассказать, но и продемонстрировать, в чем же разница обычной лампочки от вечной. И в этом мне поможет мой новый телефон с тепловизором. Используется тепловизор от компании FLIR. Кстати, если интересно, пишите в комментариях, хотите ли, чтобы я снял обзор на этот смартфон. Специальная программа уже предустановлена. И после запуска он сразу готов к работе. И вот так бы выглядела моя рука в глазах хищника из одноименного фильма. Ну что ж, пора продемонстрировать разницу между вечной лампочкой и обычной. Для этого будет достаточно измерить температуру каждой лампы. И вы можете сами наблюдать, как в течение 5 минут нагревается каждая лампочка. Итак, разница составила почти 20 градусов. Складывается впечатление, что обычная лампа работает на пределе возможного, разогреваясь до 70 градусов. При этом вечная лампочка, которая слева, нагрелась всего лишь до 45 градусов. Итак, с помощью тепловизора нам удалось выявить, что левая лампочка нагревается гораздо меньше. Следовательно, прослушает она гораздо дольше. Поставлю на ней знак бесконечности, что означает, что проработает она не менее 100 тысяч часов. Ну а обычная лампочка, которая была справа, в таком режиме работы, проработает около 10 тысяч часов, может чуть больше. Так на ней и напишем. Возможно, многие зададут вопрос, откуда я взял, что именно 10 тысяч часов работают обычные лампы. Ответ прост. Из научных статей в интернете. Для этого наберем в гугле LED Lifetime, что означает срок службы светодиода. Получаем ответ. Среднее значение 50 тысяч часов. В некоторых случаях может достигать 100 тысяч часов. Но если кликнуть поиск по картинкам, мы увидим много изображений из различных научных статей на эту тематику. Например, выберем эту картинку. При переходе по ссылке мы попадаем на статью, где рассказывается, что от высокой температуры страдают не только светодиоды, но и другие компоненты, которые находятся внутри лампы. Например, электролитические конденсаторы. И приводится серия вот таких графиков. И как видно, при температуре 45 градусов, срок службы может достигать 200, а то и 300 тысяч часов. В то же время, при температуре около 100 градусов, срок службы существенно снижается до 10 тысяч часов. Ну что же, выглядит убедительно. Остался вопрос, как же я снизил температуру обычной лампочки? Давайте раскроем этот секрет. И для этого давайте заглянем внутрь вечной лампочки. Сперва необходимо ножом приподнять контакт на цоколе и вытянуть его. И затем снимаем цоколь. Собственно, это и вся разборка. И вот наш секретный компонент. Давайте откроем его и посмотрим, что он из себя представляет. И на самом деле, это обычный неполярный конденсатор, емкостью 1 микрофарад 400 вольт. Кстати, на моем канале есть отдельное видео, как рассчитывать емкость таких конденсаторов для ламп разной мощности. Ну а если вкратце, без формул, по-простому, то конденсатор емкостью 1 микрофарад ограничивает мощность примерно в 7 ватт. И, конечно же, напряжение конденсатора должно быть не менее 300 вольт, лучше 400 вольт. И сейчас на ваших глазах давайте вместе сделаем еще одну вечную лампочку. А это лайфхак на случай, если цоколь не поддается. Достаточно слегка зажать его тисками и согнуть лампу. И стоит заметить, что не все лампы возможно переделать таким способом. Подходят только те, у которых есть пространство внутри для дополнительного конденсатора. В данном примере я буду использовать немножко другой конденсатор на 310 вольт, но емкость та же, 1 микрофарад. Сперва одеваем кусочек термоусадочной трубки на длинный контакт лампы и прикручиваем к нему конденсатор. Даже не требуется паяльник. Ну и полная изоляция конденсатора с помощью термоусадочной трубки, я думаю, не помешает. Так как корпус внутри лампы алюминиевый, контакт с которым может привести к короткому замыканию. И, собственно, все. Переделка завершена. И лишнюю термоусадку можно обрезать. Но это не обязательно. Продолжение следует... Выступы, которые не дают надеть цоколь на лампу, можно временно выровнять плоскогубцами. И острым предметом снова фиксируем цоколь на корпусе. И вот еще одна вечная лампочка готова. И можно смело дорисовать один нолик к сроку ее службы вместе со знаком бесконечности. Осталось только по-быстрому собрать первую лампу. И теперь давайте попробуем. Снова проверим тепловизором, как будут нагреваться обе лампы. Примерно за 5 минут лампы выходят на свой рабочий режим 45-46 градусов. Но это еще не весь секрет. Мы можем применить еще один универсальный способ для снижения температуры ламп. И тем самым продлить срок их службы. И для этого необходимо просто снять рассеиватель на лампе. Иногда достаточно его слегка помять, чтобы он соскочил. Либо поднять острым предметом, например, ножом. Мы уже сняли рассеиватель с вечной лампочки. А сейчас проведем ту же процедуру с обычной лампочкой с точно такими же характеристиками. Мощность 11 Вт и тот же китайский производитель. Как видите, лампочки полностью идентичные. Сейчас моя задача измерить температуру непосредственно на светодиодах. Как видим, температура обычной лампы справа резко возрастает первые 2-3 минуты до 70 градусов. Ну а в самой горячей точке температура достигает более 73 градусов. Это при том, что комнатная температура всего лишь 23 градуса. Теперь становится понятно, почему в жаркое время года обычные светодиодные лампочки перегорают чаще. Их температура достигает критической и срок службы сокращается в разы. Ну а я уже давно все свои лампочки сделал вечными. Ну а там, где требуется больше света, больше мощности, я использую переходники на цоколь. На 2, на 3, на 4, на 5 или даже на 6 ламп. При этом лампы дают больше света, не перегреваются и не перегорают. И на этом все. Желаю вам хороших идей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok